Толкование на откровение святого Иоанна Богослова Кассета первая На небесном престоле видеть Иоанн был сидящий, это Бог Отец. Когда Иоанн в первом видении увидел Христа, то увидел Его подобным Сыну Человеческому, описывает Его вид, лицо, волосы, белые очи огненные. Четвертая глава, второй стих Откровения. Здесь же просто сидящий. Это потому, что Бог, Сын, воплотился, и мы видим Его как человека. Бога же не видел никто никогда, пишет святой Иоанн, уже после того, как Ему было дано откровение. Евангелие Иоанн написал после апокалипсиса. Он видит сидящего, но вид Его неописуем. Нет ни одного штриха Его лика. Сидящий, таинственный, страшный Бог. Невидимый. Подобное же видение сидящего на престоле имело древний пророк Исаия. Видел и пророк Даниил ветхого днями, сидящего на престоле. Даниила, 7-9. Даниил описывает некоторые штрихи божественного лика, ветхий днями, а деяние на нем было бело, как снег, и волосы главы Его, как чистая волна. На основании этих пророческих видений святая церковь канонизировала иконописный лик Бога Отца, Господа Саваофа, как ветхого днями сидящего. Если Христос, Сын Божий, есть и истинный человек, Сын человеческий, то Бог Отец здесь только явился в виде ветхого днями старца, но не является таковым по существу своему, по естеству своему. Он невидимый. Бога же в божестве и Отца, и Сына, и Святого Духа видеть невозможно. Божество не есть нечто виденное. Оно может только видимо являться, а его самого видеть невозможно. Иоанна 1.18, 6.46, Тимофея 1.6.16, 1 Иоанна 4.12, исход 33.20. И в вечности никакая тварь, даже высшие чины ангельские, Серафимы, его не видят. Исайя 6.2. Ибо Он невидимый. Видеть не в видении, а как Он есть. Мы будем Христа в воскресшей плоти. То, что здесь надо разуметь именно плоть, а не божество Христа, видно из того, что сказано. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. А подобны Ему будем именно по воскресшей плоти. Ибо Христос, унищеженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. А с другой стороны, иная тайна. Нельзя считать, что мы будем видеть только видение, а не самого Бога. Ведь сказано, чистое сердцем Бога узрит. Здесь ум останавливается, как и всякий раз, когда затрагивай неизреченную тайну Бога при Святой Троице. А посему не ум напрягай, а сердце ощущай и склоняй колени. Четыре-три. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису. Вид его неописуем. И Иоанн сравнивает, уподобляя его виду драгоценных камней. Иоанн пытается найти какие-то земные подобия, виду сидящего на престоле. Сардис – камень красного цвета, как цвет огня. Этим означен огненный гнев Божий, готовый излиться на грешный мир. Яспис – светом зеленый, означает, что божество – вечность, светущее, живоносное и пища подательная. А ясписи еще говорят, что для диких зверей и привидений он страшен, а для нуждающихся в духовном расчестве полезен. Камень этот целителен также для опухолей и ран, происшедших от меча. Так сидящий на престоле подобен вечно цветущему, живоносному, пищеподательному, целительному. И радуга вокруг престола. Радуга была дана некогда людям, положена Богом в облаке, как знамение, что вечного завета с землей его, людьми и животными, населяющими ее. Видом своим она самому Богу напоминала этот завет, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Впредь во все дни земли сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Бытие 9.11.8.22 Как только идет дождь, то люди видят и радугу, знаменующую его окончание. Она дает им новое упование, что нет, Бог не уничтожит снова землю водами, но благодать и милость его снова над людьми. И вот Иоанн видит радугу, это знамение завета, там на небесах, вокруг престола. Это говорит, что и небесные видят это знамение своего завета с земными. Радуга на земле всегда полукруг. Здесь же она вокруг престола, то есть полный круг. И Иезекииль, пророк, видя небесный престол, видел, что сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя? Такой вид имело это сияние. Иезекииль 1.27 Это и свидетельство того, что наш видимый земной мир – это только половина того, что есть. Полукруг. А есть и мир иной, невидимый, откуда мы уже видим все. Полный круг. Полный круг вокруг престола, не имеющий ни начала, ни конца – это и символ вечности. Эта радуга указывает и на различные ангельские чины, которые подобно ей окружают небесный престол. Еще одно отличие этой радуги от земной – это что она не семицветная, а видом подобная смрагду – изумруду. То есть она одноцветная, зеленая. Свет изумрудной зелени указывает опять, как и цвет идиасписа, на его жизнодательную силу, что он животворящий. Указывает на вечное светение и жизнь. Поэтому и верующие, насажденные в доме Господнем, они святут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Салом 91, 14. Это картина престола. На нем сидящего и радуги вокруг. Дальше святой Иоанн начинает замечать, что было вокруг престола. 4, 4. И вокруг престола двадцать четыре престола, а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Вокруг престола Всевышнего видим еще двадцать четыре престола. Подобно этому видел и пророк Даниил, что помимо престола Ветхого днями поставлены были престолы, на которые судьи сели и раскрылись в книге. На двадцати четырех престолах видит святой Иоанн сидят двадцать четыре старца. На каждом престоле один. Кто эти старцы? Об этом мы можем заключить из песни, которую они сами поют Христу. Ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. То есть эти двадцать четыре старца – это искупленные из всякого народа и племени и колена. Они олицетворяют собой Церковь Христову. То, что видим в старцах, их двадцать четыре – это двадцать четыре патриарха. Двенадцать Ветхого Завета и двенадцать Нового. Двенадцать патриархов Ветхого Завета – это двенадцать сыновей Иакова, родоначальники двенадцати колен Израиля. Другие двенадцать – это двенадцать апостолов Иисуса Христа. Они родоначальники всех колен христианской апостольской церкви. Им и сам Христос обещал, что сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. Вместе они представляют собой всю Ветха и Новозаветнюю Церковь Божию. Когда говорят о двенадцати апостолах на небе, то иногда спрашивают, а кто будет двенадцатым апостолом – Матфей или Павел? Вопрос этот лишен всякого основания, ибо сказано – и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Значит, Матфей. Вообще же апостолов в то время было много, ведь Господь помимо двенадцати апостолов поставил еще семьдесят. Павел же был совершенно особым образом самим Богом избран и поставлен во апостолы язычников, а не в двенадцать апостолов. Если он более потрудился, чем остальные апостолы, то и готовится ему на небе соответственный венец. Ведь был же Иоанн креститель наибольший из рожденных женами, но не входил он в число двенадцати апостолов. Еще же число двадцать четыре – это двенадцать, помноженное на два – означает «украшенных и славами, и делами». Старцы эти обличены были в белой одежде, как и обещал Христос, облечь побеждающих, и имели на головах своих золотые венцы. В знак одержанной победы над демонами и грехом, как и обещал Христос, венцы славы, правды и жизни, сохранившим верность до смерти. Так в лице своих патриархов и апостолов окружается престол Божий Церковью Ветха и Новозаветнию. И от престола исходили молнии и громы и гласы. Этим указывается, как страшен и ужасен Бог для тех, кто не достоин Его долготерпения и пощады. У достойных же Его эти молнии и громы вызывают не страх, но сладость и просвещение. Молния просвещает духовные очи, а гром услаждает слух. Это для верных. Для неверных же это суд и кара. И семь светильников огненных горели пред престолом, который суть семь духов Божиих. Вокруг престола были престолы двадцатифетерех старцев. Непосредственно же перед престолом видим семь светильников огненных, которые постоянно горели перед престолом. Это либо семь архангелов, превосходящих всех иных, как объясняет святой Ирине Ильонске, или полнота Духа Святого, семь даров животворящего Духа. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Как бы на подступах к престолу раскинулось стеклянное море. Мы знаем, что море никогда не бывает спокойным. Воды его вечно в движении. Это образ жизни множества святых сил небесных и упокоившихся душ праведников. По это подобному кристаллу. Спокойное море перед престолом обозначено полное упокоение, вечный покой, не потревожимый уже ничем чистоту и светлость вечной жизни. Это образ земной жизни, вечно волнующейся, когда море земное, житейское. Душа, бывшая в вечных тревогах и волнениях, странствуя по житейскому морю, здесь успокаивается, там во святых. Никакой грех и никакая беда не возмущает ее там. Вечный покой святых пред престолом Божиим. Море это подобное кристаллу. Это означает красоту и совершенство небесных упокоившихся праведников. Это стеклянное море перед престолом Всевышнего указывает, возможно, и на те таинственные воды, которые превыше небес. Как и псалмопевец призывает, хвалите его небеса небес и воды, которые превыше небес. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. В непосредственной близости престола видит святой Иоанн четырех животных. Животные здесь имеются в виду живые существа. В ином переводе читаются образы четыре живых существа, а не животных, в смысле звери. Эти животные были исполнены очей, что говорит о способности их к созерцанию божественных тайн и славы. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. Иоанн видит не самих этих животных, а существа, подобные этим животным на вид. Что означают эти четыре животных? Можем указать на два значения их. Во-первых, виденное святым Иоанном сильно перекликается с видением Изекииля, первая глава. Изекииля была явлена слава Господня на таинственной колеснице, где тоже были четыре животных, каждый имел четыре лика, льва, тельца. На колеснице был престол Сына Человеческого. Так под этими четырьмя животными можно понимать четыре высших ангела, херувима, пред престолом и посреди него находящихся. И на них же престол и покоится. На этих многоочитых херувимах, созерцающих тайны и сияния славы Божественной, и восседает Всевышний. Эти четыре херувима указуют и на четыре стихии, ангелами которых они, возможно, и являются. Это и небесное, земное, морское и преисподнее во владениях Бога. Это, с другой стороны, четыре стихии мира, на которые было указано еще древними философами. Земля, вода, воздух и огонь. На подобное указуют и ныне ученые, говоря о четырех состояниях вещества в нашем мире. Твердое, жидкое, газ и плазма. Это и царство Божие через своих ангелов над миром, птиц, орел, животных, дикий лев и домашних телец. Подобие человеческое, человек. Имеет своих ангелов и люди, и народы. Второзаконие 32.8 Даниила 10.13.20 И стихии Откровения 7.1.14.18 С другой стороны, эти четыре животных указывает нам на церковь и ее четырех евангелистов. Подобно явленному святому языке Илю, Христос Сын Человеческий, как на некой таинственной колеснице, которую катят эти четыре животных, Херувима, обходит на четверо Евангелии всю вселенную. Все народы обойдет эта божественная колесница. Евангелист Матфей уподобляется человеку, так как в его Евангелии Христос особенно показан как Сын Человеческий в его человеческой природе. Евангелист Марк уподобляется льву, ибо особенно показывает Христа, царя, в его царственном служении. Евангелист Лука уподобляется тельцу, животному жертвенному, ибо показывает нам Христа как жертву за грехи мира заколаемую. Орлу летящему подобен Евангелист Иоанн, ибо высоко парит на крыльях духа в сферах небесных созерцает тайны Божии, предвечное божество Христа. Матфей пишет о родословии Христа Человека. Иоанн о не имеющем родословии предвечном логосе. Первые три евангелиста описывают жизнь Христа в синоптике от греческого «Обзор», а Иоанн — духовный ее смысл, созерцаемый им, как орлом летящим. Так в первых Евангелиях, например, описывается и заповедуется крещение, а у Иоанна говорится о тайне рождения от воды и духа. Первые три описывают тайны вечерю, а Иоанн, даже не описав само преломление хлеба Господом, говорит о таинстве небесного хлеба, причащении тела и крови, о жизни через то даруемой. Иоанн, глава шестая. Так и церковь канонизировала на иконах евангелистов и на самом Евангелии изображение этих четырех животных. Но не на самих только евангелистов, а и на всю Евангелиям просвещенную церковь указывают эти четыре животных, ибо и сами они говорят, прославляя Христа. «Ты был заклон и кровью своей, и искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Почему же святому Иоанну церковь является одновременно в виде двадцати четырех старцев и четырех животных? Двадцать четыре старца – это, собственно, самая церковь в лице ветхозаветних патриархов и апостолов. А четыре животных показывают евангелистам определенный характер и содержание церкви. То есть это олицетворение характера церкви. «Через Евангелие Христос соделывает своих детей царями, подобными льву». Как и мудрый Соломон заметил, «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Притча 28.1 Мы уже видели, что Христос соделал верующих своих царями. Через Евангелие же становятся христиане подобны тельцу в упорном, безропотном труде. Обретает характер жертвенный, самоотверженный, безропотно и много потрудившись. Телец обычно бывает заколаем под конец. Так и у христианина труд и жертва, труд для других и жертва себя. Евангелие же возвращает нам лицо человека. Человек сотворен по образу и подобию Божию, но давно утерял это подобие через грех. Уподобился иному, лукавому. Его через Евангелие восстанавливает Сын Человеческий в нас, в лицо человека, первозданного, неизвращенного, богоподобного. И подобное орлу летящему – это оторвавшиеся от земли, богословствующие, подвижники, аскеты, монашествующие. Это склонное к взорцательному восприятию мира, глубоко проницающее в тайны судеб Божьих. Отцы и братья, посмотрим на себя. Подобны ли мы этим животным? Они ли олицетворяют наш характер? Или его олицетворяют гордые павлины, хитрые лисы, ядовитые змеи, скверные жабы? Четыре восемь. И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. Видим, что эти четыре животных подобны шестикрылым Серафимам. Двумя крылами, как говорит великий Дионисий, они покрывают лица двумя ноги, а средними летают, чтобы явно было их глубочайшее благоговение к божественному откровению, с которым они уже не сходят к средним ангельским чинам. Они исполнены очей, то есть ведения божественных тайн. Видим, что это ведение сподобляется не только чины ангельские, но и искупленные души на небесах, небесная церковь. Ибо ее характер олицетворяет эти четыре животных. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая. Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. Ни днем, ни ночью не имеют покоя. Это не означает, что на небе будут дни и ночи. Просто святой Иоанн использует наш земной образ речи, чтобы показать, что всегда непрерывно воспевает небесная церковь Бога. И в этом они не имеют покоя. Мы сейчас не имеем покоя в домашней работе, обретении богатства, стяжании чинов, вывеселениях. Но предаемся, предаемся беспечному покою в служении Богу, в прославлении и воспевании Его святого имени. Не так небесные искупленные лицезреющие Христа. Они в непосредственной близости престола Божия не имеют покоя и взывают тресвятую песнь. Свят, свят, свят Господь Бог. В этой тресвятой песне прикровенно показуется и велелепно воспевается святая Троица. Впервые эту тресвятую песнь из уст серафимов, окружающих престол Божий, услышал пророк Исаия. И вот теперь видит и слышит это святой апостол Иоанн. Несмолкаемо звучит эта песнь в церкви. И ныне, как ее услышал из ангельских уст во время богослужения, один отрок в Константинополе. Святый Божий, святый Крепкий, святый Бессмертный. И будучи еще на земле, на небе, а на земле добавляет церковь, помилуй нас. Господь Бог Вседержитель. В Его руках вся Вселенная, как это изображается на иконах Господа Вседержителя. Он не только Творец мира, но и Его Зиждитель и Промыслитель. Он все сотворил, он все и содержит. Без Него ничто не начало быть. Он Творец, но без Него ничто не может и в бытии пребывать. Он Вседержитель. Стоит Ему отнять свою державную руку, и как стекло все разобьется, как пыль развеется, который был, есть и грядет. Этим указывается Его вечность, который грядет. То есть Небесная Церковь, которую видит Иоанн, еще ждет пришествия Господа. Он и для нее еще грядущий. Он должен еще прийти, воскресить умершие тела, совершить суд над миром. 4, 9, 10. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом. Первоначально воздали славу, честь и благодарение Богу, живущему во веки веков, то есть вечному. Четыре животных. И тогда и двадцать четыре старца, которые до этого сидели, увенчанные на престолах, оставляют свои престолы, не изглажают свои золотые венцы, не считая себя достойными в них приближаться Богу, и поклоняются сидящему на престоле. Дивная картина. Удостойные Богом, престолом и золотыми венцами жизни, правды и славы, все оставляют, повергаются ниц пред Богом. Как смели, как могли вы, о святые сыны Иакова и всехвальные апостолы, церковь небесная, как могли вы оставить и не изложить в себя то, чем удостоил вас Всевышний? Как не вспомнить здесь преподобного Сергия Игумена Радонежского, отказавшегося от золотого креста, которым почтил его святой Алексей Митрополит Московский? Все оставляет, все не излагает в себя двадцать четыре старца, говоря «Достоин ты, Господи!» Здесь пред престолом оставляется все, остается только поклонение Всевышнему. «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, возвал не бывшее к бытию и стало. Но не только сотворил ты все, но и все по твоей воле существует и сотворено. Если бы не было воли твоей всеблагою на то, то и не существовало бы сотворенное. Снятие венцов и положение их перед Богом говорит о том, что все победы святые приписывают Творцу». Дивную картину открыла нам четвертая глава. Что есть для нас Бог? Сначала для грешника это Бог, каратель, карающий за грехи. Для раскающегося это Бог, спаситель, Бог милующий. Найдя жизнь в Боге, человек часто обращается к Нему за помощью. И для Него это Бог, помощник. Найдя удовлетворение своим просьбам, Бог становится Ему Богом-благодетелем. То есть, какие отношения к Богу? Просьбы, надежды, благодарения, мольба. Но это еще не высшее состояние христианина. Подобное бывает и в отношениях человеческих. Как только познакомишься с человеком первое время, отношения с ним часто деловые. Какие-то общие дела, что-то просишь, спрашиваешь, благодаришь. Но если это твой лучший друг, то отношения не такие. Чтобы встретиться с ним, совершенно не нужно особой причины или случай. Встретиться можно и просто так, и без особого дела. И от этого бывает очень хорошо. Не обязательно даже и о чем-то говорить. Бывает хорошо просто так, побыть вместе. Хорошо от одного общения с ним. Так и в отношении к Богу. Виденное апостолом Иоанном на небе пред престолом, возводит нас от обращения к Богу. О прощении наших грехов мы вопьем. От обращения к Нему, как к помощнику. О спаспешиствовании нам в наших делах. От благодарения Богу за Его дары, просто к похвале, поклонению, словословию Всевышнего. Здесь мы видим Бога в Его небесной красе и славе. Здесь Он не спаситель и помощник, а просто Бог, приводящий нас в восторг. Здесь чистое созерцание и восторг от общения с Богом. Служение Ему не для чего-то, а потому что это Он. Он Сам, а не дары Его, приводит нас в небесный восторг, в дивную неописуемую радость. Здесь даже нет слов, как бывает иногда на природе, например, в горах. Внезапно перед нами открывается дивная картина. Мы немеем, нет слов, просто неописуемый, несказанный восторг. В таком состоянии мы видим здесь небесную церковь, поклоняющуюся у престола Божия. Да сподобит Господь и нам вознестись на такую высоту богосозерцания, почитания и прославления. Когда нам будет просто так хорошо от одного общения с Богом, ощущения тепла Его любви, видения и созерцания Его славы и Его таинств. Так апостол Иоанн в четвертой главе начинает описание основной второй картины Апокалипсиса. Эта картина престола Божия была названа нами первой картиной. Дальше эта картина будет дополняться новыми образами, как бы разрастаться. Глава пятая, стих первый. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Сначала Иоанн видел просто сидящего. Теперь, внимательнее глядя, видит в деснице в правой руке его книгу. Книгу эту можно представить себе в виде рулона, свитка. В древности папирус или пергамент скатывали и так хранили. Книга, которую видел святой Иоанн, была исписана внутри и снаружи и запечатана семью печатями. Какое значение имела эта книга? Можно указать на два ее значения. Во-первых, книга эта указует на премудрую Божию память, в которую по Давиду вписано все. Разумеем и глубину божественных судеб, записанных в эту книгу. Все судьбы вселенной, народов, людей, вписаны в тайную книгу Божию, которую никто не может прочитать. И все эти судьбы исключительно в деснице Божией. Не вникнуть до конца в смысл судеб. Не изменить их никто не может. Семь печати скрывает все от нас, и десница Божия управляет. С другой стороны, эта книга указывает на домостроительство Божие. Семь печати указывает на то, что не постичь, и тем более совершить это домостроительство нашего спасения. Никто из тварей, даже из небесных, не может. Единственное, Агнец, несозданный Бог, разрешает и совершает наше спасение. Устраивает его. Семь спасительных таинств веры, коими запечатано было наше спасение, он распечатывает. Все же домостроительство спасения в деснице Божией. 5.2 И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом. Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее? То есть кто достоин и может вникнуть в тайны судеб Божиих? Кто достоин и может совершить домостроительство спасения Вселенной? И никто не мог, не нашлось никого, ни на небе из небесных никто, ни праведники Божии, ни силы бесплотные, ангелы, архангелы, начало, власти, силы, господство, престолы, херувимы, серафимы. Никто не мог, ни на земле, ни какой человек, даже самый великий и самый праведный, ни тем более животное или какая мертвая тварь не могли. Никто не мог, ни под землею, то есть и из преисподних сил никто этого совершить не может. Не извернутое с неба, они не могут теперь зайти и взять таинственную книгу из лесницы того, на кого восстали. Посему и для демонов теперь сокрыты тайны судеб. Они не имеют предведения, а они не постигают ни промысла Божия, ни путей его. Так никто, ни из небесных, ни из земных, ни из преисподних, не может вскрыть книгу судеб Божиих, не может и совершить домостроительство спасения. И не только раскрыть сию книгу никто не мог, но даже и посмотреть в нее. Как-то что-нибудь узнать об этом никто не мог. Когда этот сильный ангел воскликнул, кто достоин раскрыть, то святой Иоанн, видно, стал озираться, так кто же? Он смотрит на святых, на апостолов, но не могут. Смотрит с надеждой на ангелов небесных. До херувимов и серафимов его взор возносится. Но не может никто, никто. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. Плакал апостол Иоанн, ибо настолько проникался созерцанием тайн божественных судеб, настолько глубоко чувствовал необходимой спасительной благодати, что когда увидел, что никто не может ни читать эту книгу, ни даже посмотреть в нее, то много плакал о том. Не увидел Авраам своего многочисленного потомства, но хоть на многочисленные звезды было указано ему. Не вошел Моисей в Ханаган, но хоть с горы и издалека увидел землю обетованную. Здесь же никого не нашлось достойного, не только прочитать, но даже посмотреть в эту книгу. А люди и безбожники особенно часто говорят «покажи, покажи» и буду верить. Невозможно, недостойны. Даже на небесах никто не достоин проникнуть в эти таинства. И один из старцев сказал мне «не плачь». Никто не мог этого совершить, но нашелся знающий того, кто это может. Интересно, что знает это не один из ангелов, не даже архангел Гавриил, вестник тайн Божиих, а один из старцев. Один из искупленных верующих, из церкви, из ветхозаветних патриархов или апостолов. Может быть, это апостол Петр, ранее других исповедовавший Христа Сыном Божиим. Так прославленные земные раньше узнают спасителя, чем чины небесные. И вот говорит ему один из старцев «не плачь, утешься, я укажу тебе достойного». Мы видим и дивную высоту души святого Иоанна, который не о земном плакал, а о небесном. Так должны просветлеть и наши очи, чтобы в них, как в водах чистых, нашлись потоки слез о небесном. Мы видим, что сам святой Иоанн не только созерцает, но участвует в являемых ему видениях. Он сам переносится туда, рассматривает, вступает в разговор, плачет, сокрушаясь, и его утешают. Интересно еще отметить, что божественному тайнозрителю не раз показывается образы апостолов, а ведь он сам один из них. Вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Сначала святой Иоанн этого даже не увидел. В четвертой главе он все описал, что увидел сразу. Теперь же ему указывается на достойного совершить то, чего никто не достоин был ни на небе, ни на земле, ни в преисподней. Вот, лев от колена Иудина. Здесь вспоминается пророчество Иакова. Когда он перед своей смертью благословлял своих сыновей, то, благословляя Иуду, сказал ему, молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он лег, как лев и как и львица, кто поднимет его. Провидел Иаков, что от этого колена восстанет лев, побеждающий мир. От пречистой Девы Марии и с колена Иудина восстал Христос, этот лев, поразивший всякого супостата, славного царившейся. Он же назван и корень Давидов. Подобно этому читаем у Исаии. Это означает, что по человечеству Христос есть корень Давидов, то есть происходит из рода Давидова. Ибо читаем о пречистой матери его, как о Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же Деве Мария. И по божеству Христос корень Давидов, как сотворивший и произрастивший из себя этого царя-пророка. И вот Христос, сей лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. Он победил того, кто назван дьяволом и сатаною, того, кто сделал всю вселенную и всех в ней недостойными не только читать тайную книгу Божию, но и просто приступить к престолу Божьей благодати. Он победил сатану, посеявшего мрак и невежество, грех и богоотступничество. Христос победил его на кресте и лишил власти. Там, на Голгофе своей кровью, Христос одержал великую победу над всеми силами ада. И может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Христос, победивший сатану и мрак неведения, может теперь, как Сын Человеческий, проникнуть в тайны Божии и открыть их людям. Лишив через крест сатану и его силы, и связав его, он может совершить домостроительство спасения, снять эти семь печати, спасти людей, совершить семь таинств веры. Пять-шесть. О, как дорого нам это лето благоприятное, когда Христос, Сын Божий, грозный лев, только для демонов и всей их власти. Для нас же кроткий агнец Божий, который берет на себя грех мира. Нет в нем ни вида, ни величия. Он был презрен и умален пред людьми. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. На Голгофском кресте был сей агнец заклан за грех мира. На небе он как бы закланный, то есть он уже не мертвый, он воскресший. Но раны его крестные, они и там, в его вознесенном теле. Так крест Голгофский достает до небес, и там видны его последствия. Закланный агнец, он вошел на небо, показал себя ангелом, прошел в небеса. Навсегда воссел одесную Бога. 1 Тимофея 3.16, Евреям 4.14, 10.12 На протяжении дальнейших глав, где перед святым Иоанном будет развертываться эта картина, Христос все время будет в виде агнца. Так мы видим престол, сидящий на нем Бога Отца Христа Агнца. Видим семь огненных светильников Духа Святого вокруг Троицы. Четыре животных, двадцать четыре старца, и простирается стеклянное море. Такова пока открывшаяся перед нами картина. Этого божественного агнца святой Иоанн видит посреди престола. Не рядом со престолом, а посреди престола. Единородный сын, сущий в недре отчим. И посреди старцев, то есть посреди Церкви Небесной, посреди апостолов и ветхозаветних патриархов, подобно тому, как мы раньше видели его посреди семи золотых светильников, посреди Церкви Земной. Агнец, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. Видим семь христовых духов, о которых говорит пророк Исаия. И почеет на нем, на Христе, Дух Господень, Дух Премудрости, Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Благочестия, и страхом Господнем исполнится. Это семикратный Дух, семь духов Божиих. Говорит об этом пророк Захария, 4.1.2.10. И возвратился тот ангел, который говорил со мною, с Захарией, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которого наверху его. Те семь – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Очи Христа Агн созирают на весь мир и объемлют его. Но если видение нашими глазами заключается в том, что свет от предметов упадает в наши глаза, то видение Божие заключается, наоборот, в том, что небесные лучи семь духов исходят из очей его и посылаются во всю землю. Как елей из той чашечки наверху истекает по трубочкам семь лампад, так и полнота Духа Святого этот божественный елей из Христа, божественного помазанника. Христос означает по-грешески помазанник. Ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Истекает через семь таинств, как через семь трубочек, семь лампад, семисвечник, которые есть в Церковь Бога Живого на земле. Так семь духов Божиих избиваются из того, на ком почиет Дух Господень, в его тело, его святую Церковь, на всякую плоть, и посылается во всю землю. «Я посылаю вас», — говорит Христос, и, сказав это, дунул и говорит им, апостолам, «Примите Духа Святого». Апостолы же, исшед из Иерусалима, и позднее преемники их, разнесли огонь этого божественного семисвечника по всей земле. «И так будет, доколе земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Исайя 11, 6. Здесь хочется обратиться к сектантам. «Доколе вы будете рядом с семи лампадами золотого светильника со Святой Церковью, воздвигать свои иные светильники, не соединенные с верхней чашечкой Христом, семи трубочками, семи таинствами? «Доколе будете искать иные пути для достижения этого елея? Не уподобляетесь ли вы через сто перелазающими Индия? И не звенит ли Бог светильники, не им поставленные?» И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Агнец, которого святой Иоанн сначала и не видел, теперь вступает в действие. «Прошла Голгофа, крест. Агнец был распят, заклон за грехи мира. Сатана связан. Христос побеждает, воскресает во славе. И уже не заклонный, а как бы заклонный, оставляет землю, возносится на небеса, проходит их, приступает к престолу Божию и берет из десницы сидящего на нем Отца своего книгу. Он достоин. Умерший и воскресший, он теперь достоин, как человек, проникнуть в тайны Божии, как Бога-человек, совершить домостроительство спасения. И он даже не просит у сидящего, а просто подходит, и не как у достойной, а как достойной берет из десницы Божией эту книгу. «Еще не начал он ее читать, не скрыл еще ни одной ее печати, а только еще, когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем». 5.8. Небесная торжествующая церковь поклоняется Христу. Не благодеяние, не открытие тайны, а только один вид Христа, как бы заклонного Агнца, подходящего к престолу и берущего книгу, повергает ее ниц. 6.9. Поклоняются небесные жители перед Всевышним в предчувствии и предведении великого, что должно совершиться. Они падают ниц, и не каждый гусли, спасенные всем своим существом славят Творца и Спасителя. Они прославлены, ненадорванные у них и хрипящие голоса, поющие песни, новые и небесные. Но им и этого еще недостаточно, чтобы прославить Бога. Не хватает своего прославленного состояния. Берут еще гусли, чтобы более прославить Христа. Гусли означает здесь и гармоничное, и благозвучное божественное словословие. Интересно отметить, что музыкальные инструменты употреблялись в ветхозаветнем богослужении, как мы видим, и в небесном. Христианство же в своем стремлении к строгости и без искусственности полностью отказалось от музыки на богослужениях. Эту особенность сохранило поныне восточное христианство, православие. На Западе же, в католичестве, стало со временем употреблять органная музыка. И земная церковь, подражая небесной, не ограничивается как бы только собою, но всеми средствами, храм, иконы и прочее, старается славить Бога. И золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Святой апостол Павел говорит, что христиане есть христово благоухание. Как и золотых чаш из сердца и помышлений христианина, возносится Богу благоприятный фимиам, молитв и добрых дел. Точнейшее же рассмотрение этого видения скрывает нам более таинственную мысль. Мы здесь видим четырех животных и двадцать четыре старца, то есть небесную церковь, с предпрестолом и агнцем с золотыми чашами, из которых воскуряется Богу фимиам, молитв святых. То есть небесные предстоят перед Богом с молитвами земных. Святые, прославленные, ходатайствуют о святых страдающих. Поэтому и призывает земная церковь святых небесных. Поэтому и говорит святой апостол Павел, что христиане приступили к духам праведников, достигших совершенства. Поэтому и взываем к угодникам Божьим. Святой апостол Павел, моли Бога о нас. Святитель Отче Николай, моли Бога о нас и прочее. Как усердно ходатайствующим о нас и приносящим наши молитвы к престолу и агнцу. Много может усиленная молитва праведного, говорит святой Яков. А вот духи праведников, принятого Богом, принятые. И кто может молиться усерднее, чем они, достигшие совершенства? Посему, христиане, усерднее приступайте в ваших молитвах ко святым, дабы не оскудевали в их руках чаши с нашими молитвами. Какой могущественной молитвенной силы лишает себя непризывающие святых. Молитвы святых, то есть и земные христиане, как освященная кровь Иисуса Христа, называются святыми. Святыми они называются не по своему достоинству, а по божественному избранию, по отделенности своей от мира, по освящению, получаемому от того, кто един свят, Господь Иисус Христос. Поэтому поспешим всех отлагать грех и достигать богоугодности. В народе иногда разделяют христиан на святых и простых. Одни пусть живут по Евангелию, а мы как-нибудь. Так ведь нет спасения как-нибудь. И богоугодны молитвы святых. А кто не преклоняет ухо своих слушаний закона, того и молитва мерзость. Притча 28.9 Жертва нечестивых мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. Притча 15.8 К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, когда вы приходите, являясь пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои. Не носите больше даров тщетных. Курение ваших жертв отвратительно для меня. Топчутся нами церковные дворы. Воскуряется ладан, не исчезают жертвы с панихидных столов. Но принимаются ли наши молитвы, не оскудевают ли чаши наших небесных ходатаев, поскольку неприятный фимиам, а едкий мерзкий дым возносится зачастую от нас. Святые молитвы угодны Богу, и только святые входят в обители Божии. Канонизированные же церковь велик святых – это те особые угодники Божии, которые великими делами благочестия прославились на земле, и достоверно известно, что они приняты Богом, а потому и призываются в молитвах Святой Церкви. Так скажем же и мы вместе с апостолом, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремнись к цели, к фосиске высшего звания Божия во Христе Иисусе. Чего-то исподобит нас Господь своей благодатью и человеколюбием. Оставила небесная церковь свои престолы, низложила свои венцы, поклоняясь Богу и Агнцу, воспевает песнь. Но и этого недостаточно, берут гусли, но и этого недостаточно. Берут молитвы земных, чтобы все и все единым собором возвеличили Бога и поют новую песнь. Человек пришел к Богу. В его устах смолкают дикие и непотребные напевы. Он научается песне новой. О ней говорит псалмопевец. Пойте Господу песню новую, хвала ему в собрании святых. Новый гимн звучит в возрожденном сердце. Но с какой новой силой он звучит так у престола Всевышнего? По дальних странах, ратных подвигах, о потерянной любви звучат гусли, поют певцы в долине земной. О чем же поете вы, о святые, у престола на небе? Какая новая песня родилась в вашем сердце? Не научите ли вы и нас воспеть эту песнь новую в собрании святых? Так, слушай же, о чем поют небеса. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Не было достойного ни на небе, ни на земле, ни под землею. Но вот, небо и земля поют Агнцу Христу. Аксиос, достоин, достоин. Ты достоин вникнуть и вскрыть тайны Божии. Ты достоин совершить домостроительство спасения. Подобно этому сейчас церковь, подходящим к этому страшному и дивному служению совершения тайн Божьих, поет Аксиос. Но это достоинство земных обретается только достоинством небесного Агнца. Кому небесное поют. Ты был заклан и кровью своею, искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. Вот она, песнь новая. Отверженного земными воспевает небо. Воплощенный Бог, как Агнец, приносит себя в жертву миру. Это важнейшее из всех событий, несмолкаемо и боголепно воспевает земная церковь. Но нужна еще новая песнь Церкви Небесной, чтобы воздать достойную славу Искупителю. Кровь Иисуса Христа, Божественного Агнца, вот та дорогая цена, которую мы искуплены Богу. Искупление Христово простирается на все народы. Нет веры русской или немецкой, есть вера Христова во всех народах. Есть кровь Агнца, Христа, омывающего Иудея и Елена, немца, русского, китаеца, человека белого и черного, красного и желтого. Из всех народов собирает Христос свою церковь. Здесь надо указать на неверные понимания, указывающих на это и подобные места Нового Завета и говорящих, что Христос соберет свою церковь из верующих всех исповеданий. Этого нигде в Библии не написано. Не из всех вер, а из всех народов соберет Христос своих. Во всех же народах сказано, один Господь, одна вера, одно крещение. Исчастя нам 4-5. Еретики, один народ раскалывают нам много вер. Церковь, все народы, собирает в одну веру, веру апостольскую, хранимую поныне. И дальше поет церковь Христу. Ты искупил нас, Ты и соделывал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Об этом духовном царстве и священстве христиан мы уже говорили. Так поет ликующая привидиагнца церковь. Из слов этой песни мы ясно видим, что 4 животных и 24 старца — это церковь. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев. 5-11. Святой Иоанн видит, как картина все более дополняется. В центре — престол. На нем сидящий Иогнес. Семь светильников горят пред престолом. Отец, сын и Дух Святой, Пресвятая Троица. Сливаясь с престолом и вокруг него четыре животных, существо церкви и высшие ангелы. Далее вокруг престола двадцать четыре старца церковь. Следующий круг — ангелы, которых теперь видит святой Иоанн. Великое множество ангелов окружало престолы животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч. Тьма — это десять тысяч. Тьма тем — это сто миллионов. Скорее же, под этим числом надо разуметь просто весьма огромное количество. Этим же числом означает и пророк Данил ангелов, стоящих перед престолом Божиим. Данил 7.10. Которые, то есть сонмище ангелов, говорили, «Видим, что в эту новую песню включаются теперь и небесные воинства, духов бесплодных». Достоин агнес заклонный. Именно через заклание, через голгофу и крест становится агнес достойным принять силу над имевшим державу смерти, ибо связал сильного сатану. Матфея 12.29. «Теперь Христос принимает силу над сатаной, бесами, адом и всем миром. А что, раньше Он этой силы не имел? Как Сын Божий и имел Он всегда. Но для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола» — 1 Иоанна 3.8. И уже как Сыну Человеческому через крест дается Ему всякая власть на небе и на земле, и богатство. «Ради нас Христос был как отпрыск и как росток из сухой земли, и мы видели Его. И не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Ради нас Он обнищал, уничижил себя самого, приняв образ раба. Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Голгофский же крест удостаивает его неизреченных и великих богатств. Все сокровища неба и земли принадлежат теперь Ему. Господь говорил, что раб не больше своего Господина. А сколь часто мы, христиане, прилепляемся к богатству земному и служим мамоне». Не говорил ли Христос, чтобы все оставлять ради Него, и тогда старицу и будет воздано. Тот будет достоин там принять богатство, кто оставляет его здесь. Вспомним жития святых. Сколь многие из них все оставили ради Христа. Вот Алексей, Божий человек, оставил все. Богатый родительский дом, родители, невесту, и идет нищенствовать. А потом даже в собственном родительском доме никем не узнанный живет как нищий. Подобный же пример преподобный Иоанн, Кущник или святой Франциск Осийский, возлюбивший ради Христа более всего нищету. Ему в начале его подвига сказали, «Да ты с ума сошел? Ты что, обручился?» «Да», — ответил он, «обручился с нищетою». Все они стяжали себе великие богатства на небе. А какого нищенского состояния на небе зарабатываем мы себе своим многостяжательством и обогащением земным? Поэтому, брат мой, не говори, что слова Христа об оставлении всего только для подвижников. Первые христиане показали, что исполнять эти слова должны все. Диане 4.32 Не делай себе вход царства небесное узким и малым, как отверстие игольного ушка. А многие говорят, «Не буду работать в воскресенье, дети по миру пойдут». По миру греха идут твои дети от того, что ты работаешь в воскресенье, а не молишься. Твоя воскресная работа — неблагословение Богом, неблагословленное им. И что наработаешь ты воскресный день, сгниет в понедельник. Кто же с Богом живет, того и Бог никогда не оставит. И премудрость. И это, разуметь, надо не по божеству, а по человечеству Христову. Некогда, как младенец, он возрастал, исполняясь премудрости. Учителя иудейской дивились разуму и ответам двенадцатилетнего отрока. Теперь же небо и земля, и все лики ангельские изумляются Агнцу, берущему из весницы Всевышнего таинственную книгу, и достойному принять всякую премудрость. И по плоти Христосу достаивается всеведение и крепость. И нарекут имя ему «Бог крепкий», — говорит порог Исайя. И неумолчно взывает церковь «Святый Божий, святый крепкий». В нем всякая крепость, и никто не может его сокрушить. Он же даже рабам своим говорит, что дам им власть над язычниками и будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные не сокрушатся. Так получает крепость муж скорбей и изведавшей болезни, который взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Да, Господи! Ты, взявши на себя все наши немощи, достоин приять всякую крепость. Поэтому не унывайте, братья, в немощах, ибо их крепость великую подает Господь. И честь! Он был презрен и умален пред людьми, а теперь принимает честь от ангелов. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, а теперь принимает честь, будучи превознесен превыше небес. И славу! Славу воздают ему небеса. Кто ты, убогий человек, заживо начинающий гнить, когда бесславишь Христа, того, кому тьма, тем ангелов воздает славу. Небеса исполнены ангельским словословием Христу. И благословение! Как может Христос принять благословение и от кого? В буквальном смысле благословение, как Бог, Он его ни от кого не принимает. Без всякого прикословия меньше и благословляется больше. А Он, Всевышний, как Сын человеческий, Он принимает благословение от Отца. Еще более. Он сам себя унижает, называя себя меньшим в отношении к Яну Крестителю, и принимает от Него крещение. Но вот Он превознесен одесную Отца и приемлет благословение. В каком смысле? Вот богатый дает милостыни нищему. Чем может воздать нищий богатому? Ничем. Но сердце нищего благословляет милость его. Так благодарно благословляет тварь Творца, так благословляет душа своего Господа. Сила, богатство, премудрость, крепость, честь, слава и благословение. Вот тем же мчужин, которые Христос через свое заклание нас ради оставил. А теперь, как Сын Человеческий, принимает при ангельском пении. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорила, сидящему на престоле и агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. «Вся вселенная, вся тварь поклоняется Творцу и Спасителю и славит Его. И четыре животных говорили «Аминь». Этому словословию всей твари, высшие ангелы и сам характер, существо церкви в лице евангелистов говорит «Аминь» истинно, да будет так. И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Так видим мы, что и ангелы, и люди искупленные, и небо, и земля, и что под землею, все вместе собираются в едино стадо, имеющие одного пастыря, Христа, Бога, совокупившего разделенное, собравшего рассеянное, разрушившего всякие разделяющие преграды. Все вместе образует единый собор вокруг Бога». Глава Шесая Здесь описывается вскрытие Агнцем печати, которыми запечатлена была книга в деснице Всевышнего. Снятие первой печати, означающее апостольское учение. 6.1 «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри!» Первые четыре печати схожи. Каждый раз, как будет скрываться печать, одно из четырех животных будет громовым голосом призывать святого Иоанна подойти и посмотреть, что и является нам вскрытие печати. Поскольку далее ясно будет перечислено второе, третье и четвертое животное, то здесь одно из четырех животных — это первое, подобное льву. Этим означена царственная власть апостолов над демонами, так как вскрытие первой печати и показывает апостольскую проповедь. «Я взглянул!» «Иди и смотри!» — говорит святому Иоанну лев. Иоанн подходит. «И взглянул!» «Никто не был достоин посмотреть в эту книгу ни на небе, ни на земле, ни под землею. Но вот открывает ее божественный Агнец и посвящается в ее тайны бывший бедный рыбак из Вифсаиды. «И вот конь белый и на нем всадник». Первые четыре печати, к рассмотрению которых будет призывать четыре животных, показывают нам четырех всадников на конях разного цвета. Последние три печати будут своеобразны. «Вот выходит конь белый и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Этим означена апостольская проповедь Евангелия. «Конь белый» указывает на светлость и нравственное совершенство апостолов, вышедших на проповедь Евангелия. «Силеонской горы», — посылает их на это божественный учитель. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Как быстрый конь обходит апостол за тридцать лет вселенную от Испании до Индии и от Эфиопии до Скифии. «Садник, имеющий лук» — этим и означена, собственно, проповедь, которая как стрела поражает сердце. Евангельская проповедь апостолов поражала сердца людей и покоряла их единому живому Богу и Спасителю Господу Иисусу Христу. «Кобылицы моей, в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя», — песнь 1.8, — говорит Христос о своей церкви. А пророк Аввакум говорит о Господе. «Ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные, ты обнажил лук твой. Увидев тебя, вострепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем предсветом летающих стрел твоих, предсиянием сверкающих копьев твоих». Аввакум 3.8. О событиях при Иисусе на вине вспоминает пророк Аввакум. Но не указывает ли это и на Иисуса Назарея, зашедшего в лице своих апостолов на спасительную колесницу четверо Евангелия, пред которыми, когда они обнажили лук в своей проповеди, вострепетали горы иудеев и ринулись в воды язычества. Бездна, в которой неизвержен был через крест лукавый, не подала ли голос свой и не подняли ли высоко руки свои, сдающиеся перед апостолами бесы, которых те изгоняли именем Иисуса. Солнце и луна, все светило эллинской философии, не остановились ли на месте своем в ареопаге перед светом летающих стрел апостольской проповеди. И дан был ему венец, увенчанный правдою и духовным царством лик апостольский. Вышел он, как победоносный, на победоносную империю римскую и покорил ее заклонному агнцу. Скормленного волчицы покоряются скормленным агнцам. Вспоминается предание, что основатели Рима, Рамул, Рем, были скормлены волчицы. Апостолы и христиане же скормлены плотью и кровью заклонного агнца. И чтобы победить, этим указывается и победная добровольная, мученическая кончина апостолов. И то, что вышли они победоносные на проповедь, не чтобы потерпеть поражение, а чтобы победить. Действительно, бездна высоко подняла руки свои, дрогнула земля, рухнуло язычество, Погасли идольские капища, водрузился крест. Полчища демонов низвергают свои знамена, Крестоносное же знамя его надо мною. Песня 24. Поет душа, пораженная стрелой апостольской и победившая во Христе. Снятие второй печати, означающее брань неверных против верующих войну. 6.3 И когда он, агнец, снял вторую печать, я слышу второе животное, говорящие, Иди и смотри. Здесь будет речь о войне, о той брани, которая поведут неверные против верующих, О священных жертвах мучеников, поэтому и призывает святой Иоанн посмотреть на это второе животное, Телец, животное жертвенное. И вышел другой конь, рыжий или красный. Красный цвет означает и ревность пострадавших за Христа, И есть знак кровопролития, которому надлежит быть. И сидящему на нем, на коне рыжим, дано взять мир с земли, И чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Еще Христос сказал ученикам, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Так учение Христа, как большой меч, взяло мир с земли, И началась невиданная страшная брань по всей земле. Происходит она и в каждом человеке. Дьявол с Богом борется, говорит Достоевский, А поле брани сердца людей. Учение Христа разделило людей на верных Ему и неверующих, Отвергнувших благочестие. Начались гонения, и люди стали убивать людей. Потекла реками мученическая кровь христиан. И не отмечали гонителей мученические умерли святые апостолы Иаков, Варфоломея и Павел. И не мученически ли кончили жизнь остальные апостолы и великое множество первых христиан. А сколь многие в последующие времена. Кто считал христианских мучеников? А кто сочтет тех, которым надлежит быть убитым великим мечом гонения Антихристова? Тогда мирное житие для христиан будет отнято со всей земли. Указываются здесь и воины, которым надлежит быть, предупреждал Христос. Также услышите о воинах, о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Дано взять мир с земли. Указание на всемирные войны. Не ведали того апостолы, как это может осуществиться, ибо не было такого до них, и быть не могло при тех средствах. Но божественный Агнец снял печать неведения и указал святому Иоанну телец, стоящий у престола, на все это. Ныне же дважды уже совершилось это. Дважды в нашем веке во всемирных войнах мир был взят со всей земли. И вот к концу Второй мировой войны выковывается уже и большой меч. Атомного оружия, быстро и без труда, могуще уничтожить мир. Мы не знаем, до какой еще величины вырастет этот меч, когда при Антихристе, при побоище Гога и Магога, при страшной битве Армагеддона совершится самая страшная резня народов, когда меч каждого человека будет против брата его. Иезекииле 38.21 Когда трупы покроют землю, что дом Израиля в семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю, и весь народ с земли будет хоронить их. Иезекииле 39.12 Снятие третьей печати означает голод и отпадение нетвердо уверовавших во Христа. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное говорящее «Иди и смотри». Здесь говорит третье животное видом как человек, призывает святого Иоанна, дабы указать ему на немощь человеческую и по плоти, ибо предвещает голод и по духу, ибо указывается на падение в вере нетвердого Христа уверовавших. «Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей, и слышал я голос посреди четырех животных, говорящий Хеникс, то есть малая хлебная мера, пшеница за динарий, монета, соответствующая дневной плате паденщику, и три хеникса и чменя за динарий, елей же и вина не повреждай». Так возвещается это бедствие. Конь вороной, то есть черный, означает скорбь, ибо будет она велика. Как черный конь придет голод на вселенную, у всадника мера в руке, ибо не будет каждому хлеба по нужде его, а будет каждому отмерено, и отмерено весьма мало. Мы видим, что дороже всего становится хлеб, мера пшеницы за динарий, то есть будет хлебный голод. Так действительно, великий голод был в осажденном римлянами Иерусалиме в 70-й год. История повествует, что от голода даже мать съела свое дитя, и позднее не раз великий голод вспыхил в разных странах. «Но еще больший голод принесет черный антихристов конь, когда каждому будет отмерено». Обещают сегодняшние лже-пророки, что каждому будет по потребностям. «Но придет великая скорбь, и не по потребностям будут мерить, а по скудной мерить черного всадника». Интересно, что говорит голос. «Елей же и вина не повреждай!» «Когда не будет хлеба, то как в насмешку будет это. Голодные они набросятся на вино и обезумеют совершенно. Как хорошо поэтому и ныне, братья, удовлетворяться малым и предупреждать себя в постах. Обуздывающему свою плоть и самому налагающему себе меру, легче будет тогда пережить скудную меру голодных времен». «И иное значение имеет виденное здесь святым Иоанном. Показан плач об отпавших от веры. Это година черная. Она, собственно, и никогда не покидала землю. Вот тьма покроет землю и мрак народы. Только временами эта тьма сгущается, а временами рассеивается. Тяжкая черная година охватит вселенную и при Антихристе. Не принявшие его не смогут ни покупать, ни продавать. И будет голод великий. И вот в такие-то времена многие неутвержденные в вере отпадут. Но если стоящие твердо, их и означает мера пшеницы за динарий. То есть их вера вполне оценена. Это многоплодная пшеница, которая будет убрана в житнице Отца Небесного. Но вот ячмень и здесь. Три меры ячменя за динарий. То есть их вера втрижды оказалась дешевле. Невысоко оценил ее всадник, имеющий меру в руке своей. Легка вера этих людей, и отпадает они в искушениях. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Даниила 5.27 Они подобны такому ячменю, который не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорь, перегонения за слово тотчас соблазняются. Но вот слыши милосердный голос от Небесного престола. Ибо посреди четырех животных не иное что, как престол. Елей же и вина не повреждай. Уходит маловерный из Иерусалима, святой церкви, в ерихон мирской суеты и удовольствие. Довольствие попадается разбойникам греха и безбожия. Падает в вере. Смотри притчу о милосердном самарянине. Лука 10 глава. Но не оставляет его Бог. Посылает милосердного самарянина, и тот исцеляет падшего Илеем утешения и вином обличения. Так и ты, брат мой, видишь падшего в вере. Не отвращайся от него. Не повреждай Илея вина. Но возлей их на его раны. Воистину милосердь Господь, как и тот самарянин. Что не отнимает от падшего исцеляющего Илея сострадание и вина обличения. Так видим мы все это и в храмах, на праздничных службах, когда священник благословляет хлебы пшеничные, пшеницу, вино и Илеи. Благословляет их нам в снечь и в духовное исцеление и укрепление. Благословенно пшеница, ибо то в вере устоявшее. Нет здесь есть меня, ибо это падшее, но есть вино и Илей, исцеляющие падших. Снятие четвертой печати показывает язвы и смерть, наводимые на нечестивых. Шестая глава, седьмой стих. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, «Иди и смотри». Высокий полет и стремительное падение на добычу четвертого животного, орла летящего, указывает на то, что язвы приходят свыше от гнева Божия в наказание нечестивых и воздаяние справедливости. Как орел уносит добычу, так смерть уносит людей. Как орлы слетаются на труп, так четвертое животное, подобное орлу летящему, указывает святому Яну картину смерти. И я взглянул, жутко открывается его взору, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умершлять ничем и голодом, и мором, и зверями земными. Картины войны и голода, ранее показанные святому Иоанну, вторая и третья печати, сменяются картиной смерти. Смерть — вот венец всего земного. Смерть — бессмысленная, страшная, нежеланная. Четвертый — конь бледный, образ смерти и мертвенности. И на этом коне — садник, которому имя смерть. От многого в жизни уходит человек, но не от этого садника. Этот садник настигает всех. Иным он долго дает уходить от себя, иных настигает стремительно и уравнивает всех. Слава, ум, честь, богатство, презренность, простота, бесчестие, нищета — все сравнивается. Короны и ордена, бархат и лохмотье — все остается здесь. И лежит зловонный, недвижимый, бледный труп. Люди, не забывайте бывать на кладбище. Там, настигнутые всадником, которому имя — смерть. Там, подумайте, там вы многое поймете. Когда-то жили, боролись, любили и ненавидели, грешили, к чему-то стремились. Теперь тоскливо завывает ветер над пустынными холмиками, и покачивается редко проросшая трава. Подумай, человек. И ад следовал за ним. Скошены колоссия и тут же собираются. Куда? Священное Писание говорит об аде и рае, гиении новом небе, новой земле и новом Иерусалиме, в вечности. В жизни мы часто говорим просто ад и рай, имея в виду потустороннюю вечную жизнь, в мучениях или в блаженстве. Догматически же точно надо различать состояние до страшного суда и после. До суда и кончины века есть ад и рай, как места пребывания душ усопших людей. Слово ад по-гречески означает подземное царство или царство умерших. По-еврейски оно звучит шоул. До спасительной жертвы Христа на кресте души всех умерших сходили в ад. Хюрвим с огненным обращающимся мечом охранял врата рая, и никто в них не мог войти. Но и праведного, и неправедного одна участь постигает их всех. Экклесиасты 2.14 О том была великая печаль. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. Экклесиасты 9.3 И не только в смерти уравнивались все, но и после нее шли все в одно место. Потому и псалмопевец Давид говорил о себе «Сойду ли в преисподнюю?» Об этом посмертном бытии в Шеоле Аду говорит Экклесиаст как о днях темных, которых будет много. 11.8 Праведный Иов говорит о своем отходе Страну тьмы и сени смертной, Страну мрака, Каков есть мрак тени смертной, Где нет устройства, Где темно, как самая тьма. 10.21 Хотя состояние разных душ там в аду И было разное. Так Исайя описывает позорное вхождение В ад царя Вавилонского. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, Чтобы встретить тебя при входе твоем. Все они, умершие цари и вожди, Будут говорить тебе, И ты сделался бессильным, как мы, И ты стал подобен нам». «В преисподнюю низвержна гордость твоя Со всем шумом твоим. Под тобою подстилаются черви, И черви покров твой. Наиначе видит свое схождение в ад Давид. Сойду ли в преисподнюю, И там ты. Господи, праведные там успокоивались. Вот мы видим Самуила, Потревожного через Аэндорскую волшебницу Саулом. Сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, Чтобы я вышел?» 1 царств 28.15 То есть по смерти он нашел упокоение. Но разное состояние в аду указал и Сам Спаситель, Рассказывая о богаче и бедном Лазаре. Но учить всех была одна, И не сходили в ад преисподней. Пока не явился сокрушитель главы Змеевой, Христос, который не сходил в преисподние места земли, Пленил плен, победил ад. Христов был умерщлен по плоти, Но ожив духом, которым он и находящимся в темнице, Духом сойдя проповедал. О чем апостол Петр так говорит, Для того и мертвым было благовествуемо. И вот слышим победный клич святого апостола Павла. «Поглощена смерть победою! Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» А тайновидец Иоанн видит Христа, Имеющего ключи ада и смерти. Так ад оказался плененным. Ныне праведное во Христе Наследует по обетованию Жизнь в раю. «Ныне же будешь со мною в раю!» Сказал Христос разбойнику на кресте. Для людей же, нечестивых, За смертью следует ад. Однако сейчас и в раю еще Блаженство несовершенное, Как говорит апостол Павел, Что и там еще не достигли совершенства, И в аду мучения неокончательные, Ибо взятый в плен ад Будет еще ввержен в озеро огненное. Так от рая надо отвечать Новое небо и новую землю, Вечное блаженство, И от ада, где ныне Некое страшное ожидание суда, Надо отвечать ярость огня, Гиенну, Куда ад будет ввержен. И вот весь святой Иоанн Смерть и ад За ней следующий. И дана ему власть Над четвертую частью земли, То есть погибнет четвертая часть людей, Если по нашему времени, То как раз один миллиард. Умершлять мечом Великие воины будут И голодом, И мором, И зверями земными. Вся эта убийственная сила Обратиться на людей. То будет Великая кара Божья. Так описано В скрытие первых четырех печатей. Они схожи между собой тем, Что каждый раз одно животное Призывает святого Иоанна Подойти и посмотреть. Вид животного соответственно тому, Что является. Каждый раз выходит садник На конях разных цветов. Белый, рыжий, черный, бледный. Шесть, девять. И когда он, Агнес Христос, Снял пятую печать, Я увидел под жертвенником Души убиенных за Слово Божие И за свидетельство, Которое они имели. Перед нами картина мучеников. Их души святой Иоанн Видит под жертвенником. Так здесь называется Место нынешнего пребывания Душ убиенных мучеников. Место пребывания праведных до Христа Называлось Лона Аврамова. Аврам – отец верующих. И чадами его были Петхозаветние праведники. В Лоне его они и упокоивались. В Лоне. Это было место у упокоения Праведных в аду. Теперь пришел Христос. Его жертва изменила мир. Он умер на кресте. И крест становится Всемирным жертвенником, На котором совершил Божественную литургию Небесный архиерей Под чину Мельхиседека. Христос пленил плен, Вывел души праведных из ада И упокоил их У подножия креста Этого великого жертвенника. Как тело христиан Упокаивается Под деревянным крестом, Так и души их в раю Упокаивается под жертвенником, Под крестом Христовым. Здесь собственно речь о мучениках, Которые подобно Святому апостолу Фавлу Сделались жертвою. И теперь они находятся Под жертвенником небесным. Здесь перед нами Начинает раскрываться Картина вторая. Картина небесного Жертвенника и храма, Которая будет постепенно Слеваться с первой картиной, Картиной престола. Это собственно одна картина, Постепенно открывающаяся Святому Открывающейся Святому Тайно зрителю Иоанну. Внизу этого жертвенника Как бы жертва уже Принесенная И сожженные жертвы Находились души Умерших людей Убиенных За Слово Божие Которая проповедовали И которого Придерживались в жизни Изусвидетельства То есть Свидетельствовали До конца Подтвердили Искренность Своей веры Своей смертью Через мученичество Стали свидетелями Христовыми Легше свидетельствовать Когда нет гонений Помоги нам Бог Свидетельствовать И тогда Когда это надо Запечатлевать Мученичеством И возопели они Громким голосом Говоря Да коли Владыка Святый И истинный Не судишь И не мстишь Живущим На земле За кровь Нашу Может возникнуть Вопрос А как же Любовь К врагам Да Да коли Они были На земле Они любили Своих врагов Благотворили Им И молились За них Вот первый Христианский Мученик Архидиакон Стефан Побиваемый Камнями Громко Молится О своих Убийцах Господи Низменим Греха Сего Но не Вечно Это благоприятное Время Оно сменяется Временами Суда Как говорит Виктор Гюго Человек Свободен Здесь Но ответствен Потом Там Не зломная Мстительность А святая Справедливость Взывает О воздаяние Говорит Кровь Авелева Взывает К небу О правосудии Невинно Пролитая Кровь Да коли Придет На вас Гонители Вся кровь Праведная Пролитая На земле От крови Авеля Праведного Возле Себиенных Мучеников Слышится И некоторое Недоумение И мольба О праведном Суде О славе Божественного Правосудия Да коли Владыка Святый И истинный Не воцарится Святость И истина Таков Закон Справедливости Неправедность Отрицается Неправедный Осуждается Но не настало Еще время Суда А убиенным Даны Были Каждому Из них Одежды Белые 6.11 Мученики Облачаются В белые Одежды Чистоты И невинности Светлость Добродетели Славу Того Мира Мы уже Не раз Видели Что Эта Белая Одежда Это Риза Нитления Обретается В водах Святого Крещения Но Если Человек Обратился К Христу Где-нибудь В тюрьме И не Имел Возможности Принять Крещение А его За Исповедание Веры Ведут На Казнь Какое Он Может Иметь Упование Святая Церковь Всегда Веровала Что Таковым Их Мученичество Вменяется В крещение Их Кровь В воду Омывающая Грех Сам Господь Своей Крестной Смерти Говорит О своей Я буду Креститься Крещением А ученики Ученикам Своим Он Предвещает И Крещением Которым Я Крещусь Мученичество Будете Креститься И Вот Мы Видим Облачение Белой Одежды Крещенных Мученичеством Потому И Столь Вожделенно Мученичество Для Христиан Что Столь Высоко Вознаграждается И Сказано Им Чтобы Они Успокоились Еще На Малое Время Еще Не Настало Время Суда И Возмездия И Святые Души Должны Еще Покоиться Некоторое Время В сравнении С вечности И Пороческом Видении Это Время Кажется Весьма Малым Пока И Сотрудники Их И Братья Их Которые Будут Убиты Как И Они Дополнят Число Первых Христианские Мученики Должны Успокоиться Ибо Не Вошло Еще Полное Число Мучеников В небесные Обители Еще Грядут Бесконечные Вереницы Мучеников Последующих Гонений Римских Императоров Мусульман Безбожников Еще Грядут Множество Убиенных Великой Скорби Антихристовой Еще Не До Конца Пропиталась Земля Кровью Праведной Убога 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 В его Книге Тайн От Века Предначертано То Число Убиенных Которое Начали Авель А потом Архидиакон Первомученик Стефан И Завершится Последним Мучеником Времен Антихриста Имени Которого Мы Еще Не Знаем Упокойтесь Убиенные Ибо Братья Ваши И Сотрудники Не Все Еще В Мучениях Совершили Свой Подвиг Когда Заполнится Это Число То Начнется Страшный Суд Божий И Когда Он Снял Шестую Печать Я Взглянул Тайна За Тайной Открывается Перед Святым Яном И Вот Все Дальнейшее Описанное Под Скрытием Шестой Печати Можно Разуметь Буквально Как Изменения Которые Произойдут В естественном Порядке Вещей С другой Стороны Это Образное Описание Религиозно-нравственных Перемен В последнее Времени В этом Смысле Это Подходит К разорению Бывшему При Веспасиане И Тите Но В большей Мере Ко времени Антихриста Произошло Великое Землетрясение Означает Вообще Сотрясение Все Последующее Представлено Как Следствие Этого Сотрясения Трус Велий В славянском Языке То То есть То есть Это Не Собственно Землетрясение Вообще Сотрясение Изменяющее Порядок Вещей На Землетрясение Как Таковые Скорее Всего Указывает Конец 14 стиха Горы Христос Ныне Дал Такое Обещание Еще Раз Поколеблю Не Только Землю Но И Небо Слова Еще Раз Означает Изменение Колеблемого Как Сотворенного Далее Описывается Событие Этого Времени Великого Сотрясения Последнего Времени И Солнце Стало Мрачно Как Лосиница Как И у Исаи Пророка Сказано Я Облекаю Небеса Мраком И Вретище Делаю Покровом Их И Луна Сделалась Как Кровь Так И Пророк И Иль Говорит Солнце И Луна Померкнут И Звезды Потеряют Блеск Свой И Возглянет Господь Содрогнулся Небо И Земля Говорил Обо Всем Этому Сам Христос Солнце Померкнет И Луна Не Даст Света Своего И Звезды Спадут С неба И Силы Небесные Поколеблются Возможно И Буквально Будут Страшные Космические Катастрофы А С другой Стороны Как Объясняет Блаженный Кирилл Черный Свет Солнца И Темно Кровавый Свет Луны Указывает На Душевный Мрак Тех Которых Постигнет Гнев Божий Тогда Погаснут Все Светила И Великие Миры Сего Померкнут И Сейчас При Солнечном Затмении Оно Омрачается Как Власеницу Облачившись А при Лунном Затмении Луна Всегда Бывает Красная Навевая Мысли О том Апокалипсическом Красном Свете Луны В последнее Время Когда Все Померкнет Рухнет И Изменится Все Чему Люди Поклонялись Сделается Мрачным И Обнажит Свой Зловещий Цвет Крови Вкрывается Свет Солнца И Луны Для Одних Чтобы Навсегда Погрузиться В Вечный Мрак Для Других Чтобы Жить В Непосредственном Сиянии Света Бога И Агнца И Звезды Небесные Пами На Землю Как Смоковница Потрясаемая Сильным Ветром Роняет Незрелые Смоквы Свои Так Мы Сейчас Наблюдаем Иногда Метеорные Потоки Тогда Возможно Великие Катастрофы Будут В Звездных Мирах Ветром Завете Читаем Как Антиох Епифан Вознесся До Воинства Небесного И Незрел На Землю Часть Сего Воинства И Звезд И Попрал Их Данила 8 10 Израильтяне Были Этими Звездами Этим Воинством Небесным Ибо Исполняли Волю Небесного Так же Случилось И при Разорении Вистасиана И Тита Падение Звезд Небесных На Землю Это и Указание На Прещение Верующих Падение Небесных На Землю Ибо Сатана Сделает Все Возможное Что Уплестить Если Возможно Избранных Церковь Смоковница Потрясаемая Сильным Ветром Гонения Роняет Незрелые Смок Вы Свои Еще Неразвившиеся Зной Искушений И Неуслащенные Благодатью Отпадают Неутвержденные Неискренние Верии А С другой Стороны Как незрелая Смок Выпадут Тогда Все Земные Авторитеты Эти Звезды Кино И Футбол Осветила Науки И Корн Че Государств Вы Думаете Быть Звездами На Небосклоне Мира Сего Но Вы Всего Лишь Незрелая Смок Вы Которая Скоро Сорвет Сильный Ветер Антихристов И Небо Скрылась Свившись Как Свиток 6.14 Подобное Описывает Исаия И Истлеет Все Небесное Воинство Звезды И Небеса Свернутся Как Свиток Книжный И Все Воинство Их Падет Как Спадает Лис Свиноградной Лозы И Как Увядший Лис Со Смоковницы Здесь Имеем Указания На Разные С одной Стороной Это Продолжение Описания Космических Катастроф Великие Изменения В мирах Звездных Солнца И Луне Продолжается Катастрофически Атмосфера Неба И Земли Не Исчезнет Атмосфера Но После Помрачения Солнца И Луны Скроется От глаз Людей Будет Во мраке Сокрыто От них И Бесполезно Для них С другой Стороны Этим Показывается Что Не Исцеление И погибели Подлежит Небо В последний День Но Как бы Некоему Свиванию И Изменению В Лучшее Прежнее Небо Бежало Свилось Как Свиток И И Ивилось Новое Святой Рене Леонский В пятом Обличительном Слой Пишет Не Погибнет И Не Истребляется Ни Сущность И Ни Существо Создания Ибо Истинен И Крепок Создавший Его Но Проходит Образ Мира Сего В котором Совершено Преступление Предполагаем Сегодня И Само Небо Свившись Как Свиток Отвращается От Земли Погрязшей И Утонувшей В Грехах Бесшумно И Неожиданно Скрылось Небо Свившись Как Свиток Так Неожиданно Будет И Пришествие Христово На Суд Безмолвно Безмолвно Взирало Небо На Все События Истории Человеческой Записало Все Что Видело Под Солнцем Но Вот Кончилась История И Как Прочитанная Книга Свилась Свиток Небо Под Небом Разумеется Здесь Ангельские Лики Которые Видя Бездну Беззакония И Грехов И Страданий Последнего Времени Не Могут Более Взирать И Отвращают В печали Лик Свой И Всякая Гора И Остров Двинулись Смест Своих Великие Землетрясения Будут Тогда А Может И Активизация Вулканической Деятельности Земной Поверхности А Том И Сам Господь Предупреждал Что Будут Землетрясения По местам Что Пробудить Нас От Нашего Духовного Сна И Заставить Бодрствовать Ожидая Пришествия Христа Бог Заставляет Сотрясаться Саму Землю Да И От Наших Ли Беззаконий Содрогается Земля Под Горами Можно Разуметь Царей И Владык А Под Островами Их Народы Можно Также Понимать И Пастыри Их Церквами Все Поколебрется Извинется С Привычных Своих Мест Когда Придут Все Эти Бедствия Тогда Цари Земные Вельможи И Богатые И Тысячи Начальники И Сильные Здесь Имеется Ввиду Сильные По Искусству А не Физической Силе И Всякий Раб И Всякий Свободный Скрылись Пещеры И Ущелья Гор То есть Все Земные Обитатели Всех Сословий Будут В ужасе От Происходящего Из Перечисления Сословий Мы Видим Также Что Организация И Структура Общества Так До Конца Принципиально Не Изменится Будут Власти С Их Предводителями Будут Армии Богатые Нищие Свободные И Рабы Совершенно Пустые Напрасные Иллюзии Питают Те Кто Стремится Построить Справедливое Свободное Общество На Земле Проходит Века И Тысячелетия Меняется Форма Человеческого Общежития Но Неизменной Остается Его Несправедливая И грешная Суть Общество Зараженное Проказой Греха Не может Исцелиться Само По себе Не помогут Тут Ни реформа Ни революции Ни наука Христос Сказал Царство Мое Не от Мира Сего А где Нет Христа Там Нет Истинной Справедливости Так Земное Царство И общество Обречены На Извечную Несправедливость Покуда Не Положит Этому Конец Страшный День Суда Потому Мы Отстаиваем Не Справедливое Общество А права Человека А призываем Людей К покаянию Зовем Их Уже В мире Этому Жить Миром Иным Перед Этим Же Побеждать Будет Не Справедливость А Грех И Только Во все Большую Бездну Беззакон Вернется Общество Пока В крайнем Отчаянии Все Сословия Скрывшись Пещеры И Ущелья Гор Точно Точно Станет В горах До Невозможного Начнут Взывать Горам И Камням Падите На Нас И Скройте Нас От Лица Сидящего На Престоле И От Гнева Агнца Сегодня Люди Все Это Не Хотят Видеть Не Хотят Признавать Агульно Все Отрицает И Живут Как Во Дни Но И Наслаждаются Непречувствия Страшной Катастрофы Как Жителям Содома Им Все Это Смешно А Уже Сгущаются Тучи Готовы Излить Огонь Непречувствия Непречувствия Нем Но Чтобы Хоть Камни Засыпав Их Скрыли От них Лик Сидящего На Престоле Бога Отца И Отвратили Гнев Агнца Христа Сегодня Христос При Любви Обильно Простирает Ко Всем Свою Пронзенную Руку Тогда Ж Кончится Лето Благоприятное Жатва Созрела Лето Прошло А Мы Не Спасены Остается Только Гнев Агнца Тогда Будут Вопиять К Мертвым Камням И горам Ибо Пришел Великий День Гнева Его И Кто Может Устоять Наступает Страшный Суд Изливается Гнев Божий Кто Может Устоять Никто Глава Седьмая И После Сего То И После Явления Святому Яну Скрытие Шестой Печати Речь идет О Смене Одного Видения Другим А не О Хронологии Описываемых Событий Видел Я Четырех Ангелов Стоящих На Четырех Углах Земли Четыре Число Земли Этого Мира В этом мире Четыре Стихии Четыре Стороны Света Север Юг Запад Восток Четыре Времени Года Весна Лето Осень Зима Образует Круг Года Теория Относительности Рассматривает Наш Мир Как Четырех Мерный Пространственно Временный Континум Апостолу Петру Перед Посланием На Проповедь Язычникам На Все Четыре Стороны Света Было Явлено Как Бы Большое Полотно Привязанное За четыре Угла Со Всевозможными Нечистыми Животными Так Во всех Четырех Концах Земли Благовествуется Четверо Евангелия Христова Мы Видели Уже Что Имеет Своих Ангелов И Люди И Народы И Стихии Так И Здесь Стоят Четыре Мировых Ангела Держащие Четыре Ветра Земли Чтобы Не Дул Ветер Ни На Землю Ни На Море Ни На Какое Дерево Мир Земля Море Леса Сохраняется Исключительно Силою Ангельскую Еще Держатся Ангелами Ветры Способные Разрушить И уничтожить Все Еще Десница Божия Через Этих Четырех Ангелов Держит И Не Отпускает Разрушительного Ветра Но Придет День И Отпущены Будут Эти Четыре Ветра В тот День Как Смоква От Ветра Роняет Свои Незрелые Смоквы Так Рухнут Стихии Солнце Луна Звезды Рухнут Государство И народы Всякие Авторитеты Теперь Жа Мир Еще Храним От Разрушения С другой Стороны Все Это Указывает И На Благодатное Действие Мир И Тишину Водворяемое Христианством На Земле Если Бы Не Христианство То Мир Давно Смешался Бы Рухнуло Дьявольских Ветров Войн Беззаконий И Грехов Но Не Все Еще Запечатлены Благодатью Божией И Удерживаются Разрушительные Силы Об Отпущении Этих Ветров Так Говорит Святой Апостол Павел Фессалоникийцам И Ныне Вы Знаете Что Не Допускает Темень И На Востоке Солнца Начал Брежий Трассвет Ярко Светит Утренняя Звезда Все Это Указание На Христа Рассеявшего Мрак Язычества Безбожия И Греха От Востока Солнца Это Значит От Христа Как Утренний Луч Предваряющий Восход Солнца Так Являет Этот Ангел От Христа Этот Ангел Заря Возвещающая Начало Нового И Чудного Дня Чем Являет Этот Ангел Он Печать Бога Живого Это Таинственная Печать Жизни Которую Налагает Бог Через Ангела На Избранных Своих О Самом Христе Сказано Что В Крещении На Нем Положил Печать Свою Отец Бог А Теперь В Нем Во Христе И Вы Запечатлены Обетованным Святым Духом Который Есть Залог Наследия Нашего Для Искупления Удела Его Утверждающий Жена С вами Во Христе И Помазавший Нас Есть Бог Который И Запечатлел Нас И Дал Залог Духа В Сердца Наши Так Это Есть Печать Дара Духа Святого Которые Запечатлеваются Которым Верные В Святом Таинстве Мира Помазания Интересно Что Ангелы Являются Соучастниками И Сослужителями В Таинствах В Таинстве Исповеди Ангельские Небесные Хоры Ликуют О Покаянии Грешника В Крещении Человеку Возрожденному От Воды Духа Дается Ангел Хранитель Так И Здесь Святом Мира Помазания От Востока Солнца От Христа Является Ангел С Печатью Животворящего Духа И Запечатлевает Ею С Этим Ангелом Можно Сравнить И Самого Священника Ангела Церкви Совершающего Таинство Помазуя Крещеного Святым Миром Или Возлагая На Него Руки 2 Коринфянам 1.21 1 Иоанна 2.20 27 Деяния 8.17 19.6 Эта Печать От Духа Святого Отделяет Верных От Нечестивых Как и Пишет Апостол Павел Но Твердое Основание Божие Стоит Имея Печать Сию Познал Господь Своих И да Отступит От неправды Всякий Исповедующее Имя Господа Подобное Явленному Святому Иоанну Видел И пророк Иезеки Иль Пусть Приблизятся Каратели Каратели Города Кажется Своим Губительным Орудием В руке Своей И вот Шесть Человек Идут От верхних Ворот Обращенных К северу И у каждого В руке Губительное Орудие Его Между ними Один Одетый В зниную Одежду У которого При поясе Его прибор Песца И пришли И стали Подле Медного Жертвенника И слава Бога Израилева Сошла С Херувима На котором Была К порогу Дома И призвал Он человека Одетого В зниную Одежду У которого При поясе Его прибор Песца И сказал Ему Господь Пройди Посреди Города Посреди Иерусалима И на челах Людей Скорбящих Воздыхающих О всех Мерзостях Совершающих Среди Него Сделай Знак А тем Сказал Слух Мой Идите За ним По городу И поражайте Пусть Не жалеет Ока Ваша И не Щадите Старика Юношу И девицу И младенца И жен Бейте До смерти Но не Троньте Ни одного Человека На котором Знак И начните От святилища Моего Из Икиль 9.1 Под этой печати Святой Андрей Кисарийский Разумеет Крест И крестное Знамение Он писал Что в пришествии Антихриста Печать Животворящего Креста Отличить Неверных От верных Не посрамленно Наносящие Знамение Христова В то время Печать Животворящего Креста И дара Духа Святого Отличить Верных От неверных Принявших Печать Антихристову И воскликнул Он громким Голосом К четырем Ангелам Которым Дано Вредить Земле И морю Говоря Не делайте Вреда Ни земле Ни морю Ни деревьям Да коли Не положим Печать И на челах Рабов Бога Нашего Еще не Настало Время Великих Бедствий И удерживаются Разрушительные Ветры За грехи Людей Пострадает И природа Потому что Тварь Покорилась Суетей Недобровольно Но по воле Покорившего Ее В надежде Что и сама Тварь освобождена Будет от рабства Тлению Свободу Славы Детей Божьих Рим Восемь Это время Бедствий О которых Здесь Говорится Отчасти Было При разрушении Иерусалима И тогда Избранные Печатью Божией Вовремя Оставили Город Иерусалим И по свидетельству Историков Никто из них Не пострадал Страшные Разрушительные Ветры Римских Легионов Обрушились На остальных Но более Все это Совершится При Антихристе Когда Немногие Не принявшие Печати Антихристовой Но запечатленные Богом Будут Сохранены Господом Сегодня Мы все Должны Использовать Время Благоприятное Когда еще Удерживается Лукавое Своего Великого Неистовства Но чувствуется Уже Дыхание Его Ветров Потому Бодрствуйте 7-4 Я слышал Число Запечатленных Запечатленных Было 144 Тысячи Из всех Колен Сынов Израилевых В главах 14-3 Мы ясно Читаем Что эти 144 Тысячи Представляют Собой Искупленных От земли Христиан Запечатленных Духом Святым И Животворящим Крестом Господним Само Число Символическое Как и все Число Апокалипсиса 144 Тысячи Это 12 На 12 Тысяч По 12 Тысяч Из каждого Колена Израилева Представить Это число Можно Так 144 Тысячи 12 Умножить На 12 И На Тысячу Так Мы Видим 12 Патриархов Святхозаветнего Израиля И Постальных Вместо Них Князьями Сей Земли Псалом 44 7 12 Апостолов То Это Образ Ветхо Новозаветней Церкви С другой Стороны Это Можно Разуметь Как Сугубую Проповедь Апостольскую 12 На 12 Тысячекратно Умноженную В Их Приемниках И Всех Чадах Их Так Мы Не раз Видим Что У Бога От Века Начертано Число Его Избранников Римлянам 11 25 Откровение 6 11 74 От Каждого Колена Перечисляется 12 Тысяч По Значении Имени Родоначальника Каждого Колена Мы Можем Говорить О Характере Запечатленных Чад Церкви Жития Святых Предоставляет Нам Множество Примеров Подвижников Этих Различных Видов Благочестия 7 5 Из Колена Иудина Запечатлено 12 Тысяч Примечательно Что Колено Перечисляется Не по Старшинству А Первым Называется Иуда Грех Рубима В отношении К Отцу Своему И Жестокость Симеона И Левия К жителям Города Иммора И Сихема Не позволили Им стать Разначальниками Христа Потому Им стал Четвертый Сын Иакова Иуда Для Апокалипсиса Важно Не старшинство Сыновей Иакова А Откровение Иисуса Христа Поэтому Это Благословение Благословенное Колено Перечисляется Первым Иуда Это означает Исповедание Через которое Бывает Отличаемо Спасаемое Исповеданием Христовым Это Исповедавшие Христа Льва Иудина Его Колено Исповедники Христовы Вера Святой Церкви Запечатлена Великим Множеством Верных Свидетелей Нескончаемой Вереницей Проходят Они Перед Нами Верный Святитель Антипа Максим Исповедник И Другие И Колено Рувимову Запечатлено Двенадцать Тысяч Рувим Означает Сын Видения Этим Означаются Приобретшие Сердечной Чистотой Духовное Видение Это Мужи Просветленные И Духовные Прозорливые Пророки Этими Дарами Сподоблены Были Многие Подвижники И Пустыножители Таков Был Например Святой Бернар Или Пророки Земли Русской Как Святой Сергей Радонежский И И Ан Кронштадтский Таковы Были Многие Духовные Старцы Из Колена Гадова Запечатлено Двенадцать Тысяч Гад Означает Искушение Искушениями Знаменуется Подобно Многострадальному Иову Многие Праведники Это Претерпевшие В своей Жизни Великие Страдания И Скорби И Искушения Нескончаема Вереница Христианских Мучеников Особенно Первых Времен А также Времен Последних Чьи имена Еще Не Вошли В Мартиролог Церковный Из Колена Осирова Запечатлено Двенадцать Тысяч Семь И шесть Осир означает Блаженство Это Через Духовные Подвиги И Добродетельную Жизнь Стяжавшая Внутреннее Блаженство Это Исподобившееся Вечного Блаженства И Стояние Одесную Отца Многие Святая Церковь Именуют Блаженными Блаженный Августин Блаженный Феофилакт Василий Блаженный Прекрасный Храм Его Имени Украшает Красную Площадь У Московского Кремля Из Колена Нефалимова Запечатлено Двенадцать Тысяч Нефалим Означает Молитва Этим Означается Прилипляющиеся К Богу Непрестанные Молитвы Таковы Были Многие Древние Пустынные Жители Столпники Как Симеон Столпник Проведший В молитве На столпе Сорок Семь Лет Или Великий Молитвенник Земли Русской Серафим Саровский Тысячу Дней И ночей В молитве Стоявшей На камне Из Колена Монасиина Запечатлено Двенадцать Тысяч Монасия Означает Забвение Это Кто Ради Божественного Угождения Оставляет Все Отеческие Домы Семьи Богатство Слава Мирские Занятия Вот Алексей Божий Человек В брачную Ночь Оставивший Невесту Богатый Родительский Дом Избравший Бога Ради Жизнь Скитания И лишения Или Святой Франциск Осийский Ради Христа Оставивший Все Возлюбивший Более Всего На земле Нищету